Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 4.03.2019 Постановление номер 035-604-301-021-9022-800-004-408 Я был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 5 ст. 12.16 Кодекс РФ административных правонарушений С данным постановлением заместителя начальника МАДИ Сорокина АА я не согласен считаю его незаконным, необоснованным, подлежащим отменам Так в постановлении указывается, что я управлял транспортным средством, являлся водителем Однако это ничем не подтверждается Более того, не имея на момент нарушения права управления транспортным средством Машину в тот день парковал другой человек Однако должностное лицо, составившее протокол ошибочно, составило его в отношении меня Дальнейшие доводы я приведу при рассмотрении дела Выше стоящим должностным лицом МАДИ Хорошо постановление отменить, производство по делу прекратить За отсутствием состава административного правонарушения Все, пожалуйста, вам слово, ваше пояснение Так, какое там число у нас было? 28, да? 28 февраля, правильно? Правонарушение, меняемое 28 февраля я прибыл на данное транспортное средство В качестве пассажира в Перовский районный суд Там как раз Кусковская, дом 7 Там даже, кстати, сейчас, наверное, вам схему нарисуем Смотрите, как было дело Водитель двигался в сторону Кусковской, дом 7 В сторону Кусковской, дом 7 Где привистое введение разметки Там въезд к прилегающей территории развернулся И поставил машину за фурой Там, кстати, это все подтверждается Я веду записью и так же Соответственно, отсюда водитель не мог видеть знака, который там размещал Ну и все, и водитель ушел, и я ушел Так было дело В дальнейшем при рассмотрении дела Я заявлял это неоднократно С самого начала, что, во-первых, не я управлял транспортным средством Также прилагал указать на лицо Но никого это не интересовало Прилагал взбудить дело административного правонарушения Провести административное расследование Тоже никого это не интересовало Сначала там была девушка Которая сразу, то есть не разъясняя никаких прав Ни обязанностей Просто спросила, вы управляли? Вы парковали машину? Нет, имею в виду этот случай То есть данное должностное лицо Отбирало объяснение до разъяснения Статьи 51 Конституции Российской Федерации Статьи 21.1 Кодекса административных правонарушений При этом данное лицо мне сообщило, что Машину водить не может До составления протокола административного правонарушения Вынести определение о возбуждении дела Административного правонарушения Проведение административного расследования Оно не выполнено мочили Соответственно, порекомендовал обратиться сюда Каланчевскую, 49 На тот момент уже закрыто было Тут Так как По семейным обстоятельствам Я на тот момент Проживал в автомобиле Мне некуда было идти Мне как бы надо было что-то делать Я, соответственно, написал этой девушке Там вроде материалов дела Имеется заявление О том, что прошу мне вырвать Красное средство Она говорит, что примет заявление Но ничем не может помочь Далее В дальнейшем Там опять Происходил диалог Она несколько раз спрашивала Что, говорит Пока вы не скажете, что Вы парковали автомобиль Мы его не отдадим Вот Дальнейшем Либо не приведете Да, либо именно Либо именно Не приведете Это лицо То есть я говорю Давайте я вам укажу На это лицо Без проблем Даже паспортные данные Но нет Никого это не интересовало И самое интересное Что эти объяснения Нигде не фиксировались Они зафиксированы Только вот на диске Прилагаем Вот Свидетели Которые сейчас Мы допросим Я надеюсь Далее Через какое-то время Думаю, что делать Звонили мы в МАДИ В МАДИ Не ответил Ничего То есть там, видимо Уже там до 5 рабочий день Было или что-то такое Вот Далее мы подошли К другому человеку То есть там был Молодой человек Как раз Дмитрий Который составил протокол В итоге Опять-таки Без Всякой вопроса Без разъяснения прав Спросил Вы парковали автомобиль Я говорю Нет Нет Тогда ничем помочь не мог То есть он Это и так же Нигде не зафиксировал То, что И вот эти ответы Нигде не зафиксировали Это было раза 3 или 4 Говорит Что вам нужно Ну Я вас там Не принуждаю Сделаю Я говорю Я тут сего Там 4 часа Я считаю Что это пытки Вот Я говорю Если я скажу Что я парковал автомобиль Вот То Отдадите мне машину Он говорит Да Сначала Он мне дал объяснение Передал Перед этим Я написал Что Парковал Не я Там Есть материалы Дел Что я вот Указал Как по правде Было Права Естественного У меня Не разъяснил Вообще То есть Объяснение Я сам заполнял Что Я считаю Грубейшие Профессуальные Нарушения Далее Он составил Второе Объяснение Где Он Интересовался У меня Спрашивал Задал Мне вопрос Конкретный Вопрос Парковали Левую машину Я ответил Что парковал Но при этом Я парковал Пять лет назад Полгон назад То есть он не уточнил В какое время И как Не по этому Адресу Да Ни адрес Ничего Также это все На аудиозаписи Есть На видеозаписи Есть На свидетели Также это слышали Да Ни по какому Адресу Ничего Я скажу Что Каково машину Где-то В первом Неустановленное Время Не помню Вот То есть Его этот ответ Устраивали Я не знаю Честно Какая у него Полификация Если он Он записал В протокол Да Он записал В протокол Причем Дословное Дословное Да Дословное Объяснение Я вас еще раз Предупреждаю Да Сейчас Пояснение Павла Владимирович Записал Дословное Объяснение То есть Его это устроило Он составляет Протокол Вот В протоколе Я также указывал Что проковал Не я Что требуется Помощь защитника Там И так далее Также Уже после Составления Протокола Мне были Разъяснены Права Мои Процессуальные То есть Он сначала Его составил Потом Потом Разъяснил Он посчитал Что Это нормально Вот Все Также Замечания По Разъясненным Правам Я Открыл В протоколе Что там Частично Они были Не разъяснены То есть Мне было Это непонятно Ну и С чистой совестью Потом получил Транспортное Средство Какие дела Так Вы Все Если какие-то вопросы Есть То Наши Пожалуйста Я Как могу К вам Обращаться Евгений Борисович Вы Тоже Наше Лицо Которое Тоже Рассматривает Себя Нет Я В качестве Секретаря В качестве Секретаря Да Рассматривать Рассматривать Себя Конечно Евгений Борисович Да Тогда Извините Я тогда Буду Общаться С вами Потому что У меня Хоть в административном Производстве Не Заявляет Слусно Ходотайственное Я бы хотел Попросить Вашего Секретаря Вести Протокол Данного Судебного Заседания Данного Рассмотрения Не Судебного Заседания Секретаря Тогда Я буду Общаться С вами Да Я Поддержу Позицию Объяснение Объяснение Моего Подзащитного Павла Владимировича Также Хочу Вам Пояснить О том Что Я Знаком С материалами Предоставленными С видеоматериалами Предоставленными На Сиди Диске И Хочу Обратить Ваше Внимание На то Что Оба сотрудника Да Я не явал С свидетелем Но я Просмотрел Изюз Оба сотрудника МАДИ Которые Принимают Граждан Заявляют О том Что Машина Будет Передана Лицу Которая Прибыла Для того Чтобы получить Разрешение На То Чтобы Забрать Автомобиль Со специализированной Парковки Только В том Случае Если Тот Приведет Виновника То есть Нарушителя По Части Пятой Статей 1216 Как это Происходит Я смотрю Что даже В ваших Документах В ваших Формулярах Содержится Такая Информация Что Сотрудники МАДИ Действуют На основании Двух Статей Кодекса Об административных Правонарушениях Осуществляя Задержание Транспортного Средства А именно Статья 27.13 И У вас там указано Статья 27.1 Кодекса Об административных Правонарушениях Однако И Статья 27.13 Которую Сотрудники Должностные Лица Уполномоченные Действия В статье Содержатся Все Сведения Определен Весь Круг Лиц Который Имеет Право Забирать Данные Автомобили Также В статье 27.13 Согласно Статье 27.13 Указано В каком Порядке И при Каких Условиях Возвращается Транспортное Средство Именно После Того Как Устремлена Причина Задержания Транспортного Средства Причина Задержания Транспортного Средства Это Исключение Его Из Как это правильно Говорить Исключение Его Из Дорожного Движения Транспортного Средства Однако Сотрудники МАДИ Иван Наверное Это Известно Но я Не знаю По крайней мере Я говорю Про этих Двух Ссылаются Еще На статью 27.1 Кодекса Доскратимых Правонарушений Думаю Что и вы Будете Поддержаться Где Такой информации Не содержится Где Говорится О том Что Транспортное Средство Может быть Задержано До Выяснения До Выяснения Нарушителя То есть Эти две Статьи Противоречат Другому С одной Стороны Человеку Который Явился За транспортным Средством И Когда Цель Административной Задачи Согласно Кодекса Достигнута Должны Вылезти Автомобиль И вторая Статья 27.1 Которая Говорится Что нет На протяжении До тех пор Пока Кто-то Не выяснит Кто Является Нарушителем Автомобиль Будет Задержан Административное Расследование Насколько Я Не возбуждалась Ну Это Я считаю Относится К данному Делу И таким Таким образом Мой Подзащитный Павел Владимир Был Я считаю Введен В заблуждение Данными Противоречивающими Статьями Закона Мне известно И вам известно Я об этом не сомневаюсь Что Порядок Задержание Транспортного Средства Мы Уполномочены Как органы Я имею ввиду Не вас лично А как органы Уполномочены Производить Исключительно На основании Статьи 27.13 Кодекса Административных Правонарушений Статья 27.1 Кодекса Административных Правонарушений Уполномочены Заниматься Сотрудник Коалиции Которые Эвакуируют Транспорт Средства Но не помещают Его на специализированный Парик На специализированный Стоян Кодексом Предусмотрена Специально Отведенная Статья Которая Регламентирует Задержание Транспортного Средства Перемещенного На специализированный Стоян А не задержанное Транспортное Средство Которое Помещается В отделе Там Какого-нибудь УВД Таким образом На моего Подзащитного Оказывалось Давление Применяя И трактуя Нормы Кодекса Административных Правонарушений На свое усмотрение Я считаю Что данные Должностные Лица Не имеют Права Ссылаться На статью 27.1 Кодекса Административных Правонарушений Так как Они уполномочены Ссылаться И действовать На основании Статьи 27.13 Кодекса Административных Правонарушений В этом случае Никакие Трактовки И Вольности Уже Не могут Быть Допущены Также Хочу Обратить Ваше Внимание На то Что Протокол О задержании Транспортного Средства Содержится Такая запись Как Произведена Видеозапись Насколько Я сейчас Ознакомился С материалами Дела При составлении Данного Протокола Проразводилась Видеозапись Но я не вижу Ее Сейчас Мы не можем Ознакомиться С этой Записью Мы приступили К рассмотрению Данного Дела Материалы Дела Приняты К рассмотрению Вами Да Как Соответствующие Закону И Приступили К рассмотрению Видеозаписи В материалах Дела Нет Согласно Опять-таки Статье 27.13 Статье 28.2 Кодекса Административных Правонарушений В случае Если Транспортное Средство Эвакуируется В отсутствие Водителя Данная Видеозапись Должна Вестись Либо Привлекаться Понятые Понятые Я оригинал Посмотрел Я копию Посмотрел Привлечены Не было Видеозаписи Материалы Дела Не содержат На какой Носитель На какое Устройство Техническое Устройство Была Произведена Видеозапись Протокол Также Данных Никаких Никаких Сведений Не содержит То есть Это Также Нарушение Нарушение Требований Статья 28.2 27.13 Кодекса Административных Правонарушений Также Протокол Этот же Протокол О задержании Транспортного Средства Принял Некий Горбачев Подпись Горбачева В протоколе Отсутствует Опять-таки Нарушение Транспортное Транспортное Средство Согласно Этому же Протоколу Возвращено Дата Число Я Я в протоколе Говорит Можете Меня поправить Если Не прав Прошу Обратить Внимание На первых Два Пункта Это Мне Известно Точно Что Видеозапись Должна Производить Обязательно В связи С этим Учитывая Вышеизложенное Считаю Что Протокол Об Протокол Об Административ Протокол О задержании Транспортного Средства Получен С нарушением Законодательства Нет Видеозаписи Я не вижу Чтобы Она Производилась И Прошу Исключить Из материала Дела Данный Протокол Как Полученный С нарушением Закона Мы Уже Знаем С вами Что У нас Нет Технической Возможности Просмотреть Это Видеозапись У нас Есть Есть Свою Умор Подписи Там Есть Собственно Горбачева Видеозаписи Я не вижу Горбачева Я не вижу Подписи Может Посмотреть Вот Дальше Дальше С теми документами, которые имеем сейчас в наличии. В вашем праве, в принципе, принимать решение, что сделать с этой видеозаписью, либо с понятыми, может быть, они где-то были, может быть, они есть, может быть, они тоже где-то здесь. Ну, все, потом ничего. Пока надо. Сейчас я вот ходатайство заявлю об исключении. Я пока могу заявить приобщение? Да, да, подождите. Прошу вас исключить от материалов дела, не дело от административного правонарушения. Ходотайство. Первым заместителем Московской административной дорожной инспекции Персину И.А. Цифрованного ПВ, ходотайство. Прошу приобщить к материалам дела в отношении меня схему обстоятельствами меняемого правонарушения. Данная схема подтверждается в фото и видео материалами дела. Схема обстоятельств меняемого правонарушения доказывает, что водитель эвакуированного ТС не мог видеть запрещающего знака. Валентин Игоревич, ваше пояснение, пожалуйста. Есть у вас что добавить? Нет. Дмитрий Николаевич. Нет. Видео запису. Видео записи. Вот так вот. Наталя. Видишь, что с ним? Почему записи? Сейчас проси, просто демонстрируйте. Пожалуйста. Продолжение следует... 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 Потому что она подъехала вперед, я его сюда стою, я смотрю, он выходит оттуда. А кто за рулем сидел, я точно не видел, поэтому не могу сказать. Станислав Анатольевич, вы вызваны в качестве свидетеля по делу об административном правонарушении. Вам разъясняется статья 51 институции Российской Федерации. Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, супруга, близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. По федеральному закону могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания. Вам также разъясняется статья 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Заведомо ложные показания свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод в производстве по делу об административном правонарушении влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 15 минимальных размеров оплаты труда. Здесь, пожалуйста, распишите, что вам разъяснено. Сообщите, пожалуйста, что вам известно по данному делу об административном правонарушении. В тот день у Павла Владимировича был суд, то есть это Перовский городской суд в городе Москвы, Перовский районный суд. Я ждал Павла Владимировича. Находился на улице и увидел, как подъехала машина, из которой вышел Павел Владимирович. Но он находился сзади, то есть за рулем сидел неизвестный минеральный человек. Сзади или на пассажирском? Сзади. Хорошо, продолжайте. После чего мы проследовали в суд, в постсудебное заседание вышли и Павел Владимирович обнаружил, что машины нет на том месте, где ее оставлял водитель. Все, да? Да. Вопросы можно? Вопросы, пожалуйста. Что дальше-то было? После чего? После. После того, как это обнаружилось. Да, куда мы поехали? Мы поехали в Мади. Что там было? Там было, ну, зашли, объяснил ситуацию, то есть сказал, что за рулем не ты. Он находился, ну и составлен какой-то материал. Тебе вернули машину. Вы присутствовали при опросе? Да. Как задавался вопрос инспектору? Вы парковали данный автомобиль? Что-то в этом роде. Инспектор упоминал, да, в то время и место? Нет. Того не было. Что я ответил на вопрос? Что? Парковали когда-то этот автомобиль. А как-нибудь еще я отвечал на подобный вопрос? Нет. Не помню, по крайней мере. А с самого начала кто был? Мужчина или женщина инспектор? Сначала была женщина, а потом был мужчина. Как я женщине отвечал на вопрос? Что за рулем находился другой человек, ты можешь дать данные этого человека. Разъяснялись ли мне права и обязанности какие-либо? Нет, не помню. Составлялась ли вот именно женщине какие-то процессуальные документы? То есть она записывала куда-то показания на это? Нет. Ну и последний вопрос. Автомобиль двигался какой? Как направление? Немо суда или с какого-то еще направления? Ну, как бы он ехал по встречной полосе, развернулся. На прежней стерилии остановился. У меня вопросов нет? Все, вопросов нет. Нет вопросов нет. Станислав Анатольевич, что же вас тогда попросим? Там все ответы на поставленные вопросы. То, что вы изложили, вот здесь вот подробно описать. Не забудьте ответить на те вопросы, отразить те вопросы, которые вам задавал Павел Владимирович. Так, паспорт у вас остается. Да, пожалуйста. Люди говорят, что можно посмотреть в этом зале кино. И действительно. Даже проникать не надо. Да, и действительно. Техническая возможность есть. Зал открыт. Все хорошо. Однако. Как его? Илья Анатольевич сказал, что нема. Секретарь. Нет, это не секретарь. Илья Анатольевич это лицо. А, илья Анатольевич как раз смотрит. А, да. Илья Анатольевич, а этот второй зале. Кого у меня записано. А, секретарь, можно давать отводу, да? Я не... Появилось. Илья Анатольевич, а это появилось. Ничего не было. До оглашения пришли. После опроса они имеют право присоединиться. Все, как раз. Не любите ничего. Ничего. Надо. Все материалы дела. Мы их еще раз внимательно рассмотрели, посмотрели, оценили. И, собственно, мое решение какое? Что вашу жалобу оставят без удовлетворения, а постановление оставят в силе. Все это? Через 10 дней вы получите решение, и 10 дневный срок на 20. Все хорошо. Другейшую ошибку, которую вы совершаете. Почитайте, пожалуйста, статью 17.9 Кодекса Республики. Право нарушения. Вы найдете существенную ошибку. Спасибо большое. Штраф от 1000 до 1500, а не 10-15 минимальных оплаты. Учтем, справимся. Спасибо. Просто мы не понимаем, как это получилось. Просто мы здесь много вроде организации, а вот эти мроты, они ушли там до 10 дней. Вы, видимо, учились по 1 месяц в противке, да? Учились. Давно-давно в своей неделе. А, ребят, я думаю, нам не понравилось обслуживание, да? За всех будешь кликать? Нет. Только за себя. Я тут ряза просто. О, наливо. А, я тут среднее, я два раза был. Пойдемте, что на улицу. Видно все? Камера, мотор. Итак, ребят, мы обжаловали постановление заместителя начальника Мадея Сорокина, или как его там, и нам выдалась честь рассматриваться у вышестоящего даже на улице Пырсина Ильи Анатольевича. Вот. Ну как, на самом деле дело происходило так, что рассматривал, я думаю, не он, а его секретарь. А он просто сидел в большинстве своем, скучал, либо там в телефоне что-то лазил, да? Ну или он очень любит, видимо, повертеть камеру чужую, да? Чужую вещи берет, так и вертит. Вот, вы это увидите. То есть ему почему-то не нравилось, что там она любит на столе, там я не понимаю, зачем он это делал, как и что. Это мне осталось непонятно. Так у меня осталось непонятно, как я признан виновным, так как, в доказательстве, моей вины нет никаких абсолютно. Они опровергаются показаниями свидетелей, они не подтверждаются ничем, они опровергаются даже видеозаписями и фотографиями в материалах самого дела. То есть сами вот эти фотографии доказывают мою полную невиновность. Так же, была в деле видеозапись, да? Ну как в деле? Она была где-то там на компе, а в деле ее нет до сих пор. То есть непонятно, что и как. Так же непонятно, как просматривали наш диск с видеозаписью. Нас туда не пригласили, при рассмотрении он не просматривался. Человек, который рассматривал дело, в момент якобы, как его просматривали, сидел в другом кабинете абсолютно, а занимался этим якобы, опять же, мы не знаем, что происходило, его секретарь. Ну, в общем-то, это МАДИ, ребята, это МАДИ. Будем с этим бороться. Несколько серий у нас получилось. Будем подавать в суд, решение в законную силу не вступило в 6-10 дней. Мы будем это все обжалывать, опротестовывать установленным законом в порядке. Ну и что ж, друзья, ссылки на донат в описании. Если меня признают виновным, я буду, конечно, вынужден заплатить там около 10 тысяч рублей. Так что буду признателен всем, если кто-то мне что-то скинет. Если мы кому-то поможем научиться чему-то в борьбе с МАДИ, с гаишниками, с прочими людьми, которые нас наказывают, штрафуют, то я буду очень рад. Ну и благодарность приму, соответственно. Ну, также подписывайтесь на наш канал, поставьте колокольчик, напишите несколько комментариев, что думаете по этому поводу. Ну и обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш телеграм, инстаграм и вконтакте. Все ссылки будут в описании. Так мне помогали ребята. Это вот Борис Иванов, который снимает сейчас, делать камеру, да, это именно он. Дима Нешин был моим защитником, Сенчев Юрий Евгеньевич также был моим защитником. Ну и все остальные, да, кто пришли, контролер Балек, там ссылки, я думаю, у кого есть канал, оставим в описании. А что они, не хорошие они люди, да? Плохие, очень хорошие. Да, еще, по-моему, мне еще и глупые. Еще государство. Ну вот, ребят, мнение, мнение простых водителей, тут на самом деле очень много, что осталось за кадром, да, очень много раз мы приходили сюда, очень многим водителям, помогли, в основном, таксистам там, и прочим, писали галобы там за них, да, помогали как-то, потому что люди один на один сталкивающиеся с этой системой, они, конечно, не очень способны ей противостоять. Хотя, вот, три года назад, когда я был еще не такой, как бы подкованный образованный, у меня все-таки получилось, но там тоже было напущено грубые процессуальные нарушения, очень много, но, тем не менее, решение было принято в мою пользу и придется по делу прекращено. Еще одна на этапе рассмотрения здесь. Сейчас же нам придется идти в суд. Такие вот дела. Ну все, короче, подписывайтесь на канал и на все, короче. Поставьте лайк, пишите в комментариях, так что думайте о Маде, о нас там, вот, плохих, хороших комментариев, каких хотите, в общем. Ну и там, инстаграм, телеграм, группу ВКонтакте, ссылки все в описании. Все, всем удачи, всем пока, борьтесь за свои права.